Цикл встреч с населением продолжается в городском округе Зарайск. 4 июля прошли сразу две из них – в городе и на селе. Причем первая была посвящена не только проблемам жителей, но и бизнеса. В диалоге приняли участие глава округа Виктор Петрущенко, его заместители и представители Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, а также Главного управления культурного наследия Московской области. Глава муниципалитета Виктор Петрущенко сообщил, что такая встреча с представителями бизнеса проводится в округе впервые. Инициатива принадлежит инвесторам, которые уже начали или собираются начать реализацию инвестиционных проектов на территории Зарайска. Возникла такая идея, скажем, уже месяца полтора назад, и она возникла не на пустом месте и не просто так. У нас сегодня уже, скажем, есть определенное количество инвесторов, которые приобрели территории, приобрели участки. Такие нежилые помещения не для жилья, а для, в основном, для туризма. И мы начали сталкиваться, скажем, с немалыми проблемами. А это, так как у нас на территории это практически все ГУКН, да, и мы не можем сегодня в старой части города, в охраняемой территории, без согласований, без разрешений строить те или иные помещения. Даже реставрировать и восстанавливать старые помещения. Это довольно-таки непростая история. Сегодня у нас присутствует Министерство инвестиций, то, которое берет каждого инвестора за руку и начинает от электричества, от газа, от подъездных дорог, от субсидий, от ускорения всего этого процесса, для того, чтобы помочь и финансово, и юридически, и, самое главное, сопроводить, получить все разрешающие документы на строительство, или же на капитальный ремонт, или на восстановление. Вот сегодня два министерства, которые у нас на территории, вы видите, что сегодня пришли инвесторы для того, чтобы получить те или иные консультации. Также у нас сегодня, как обычно, и наши все, и замы, и депутаты, и МБУ, и МУП, и так далее. Так что встреча сегодня проходит, я думаю, результативно. Если мы хотим развивать Зарайск как туристическую точку в нашей области, то, соответственно, надо выходить сейчас с решением этого вопроса по культурному условию, по культурному наследию. Во-первых, сокращать все эти сроки, это обязательно. Да, понятно, мы не говорим о том, что нужно отказаться от того, что здесь культурное наследие. Мы говорим о том, что не весь город является культурным наследием. То есть, например, здание 80-х годов постройки, человек его берет на реконструкцию, хочет там сделать хорошую, качественную гостиницу, но при этом не может ничего сделать, потому что земля под этой гостиницей якобы является культурным наследием и культурным слоем. Соответственно, человек попадает мало того, что на дополнительные траты в связи с раскопками, с проектами и с этими всеми работами. И плюс ко всему самое основное – это время. То есть люди готовы даже потратить на это деньги, но не так, чтобы это тянулось по два года. Соответственно, с этими проблемами большинство обращались. Сейчас будем на уровне правительства как-то расшивать эту проблему, потому что если не разошьем, то все инвесторы у нас из Зарайска просто уйдут.